привет уважаемый коллега хочешь ли ты делать свою работу лучше хочешь ли ты добиться больших результатов хочешь ли ты продавать продавать качественное решение эффективно с минимальным временными затратами но с максимальным результатом тогда у меня есть для тебя несколько интересных моментов если дослушаешь мое выступление до конца наверняка вынесешь для себя что-то интересное давайте продолжим меня зовут капитан очевидность то есть александр старостин я инженер компании в мв понимаете в москве 12 дня петропавловске камчатском полночь и мы можем поговорить сегодняшний вечером о очень важных вещах мы продолжаем нашу секцию для сервис провайдеров для партнеров и поговорим в этой части про инструменты продаж которые позволят вам улучшить показатели введения ваших проектов и собственно дойти до хорошей финальной продажи в отличных заказчиках и так из чего состоят наши технические продажи они состоят из документации которые нам помогают такие документации как фреймворки гайды по внедрением и собственно эксплуатации продуктов это различные асессменты позволяющий собрать информацию о инфраструктуре заказчика о его как бы текущей ситуации проблемах и так далее инструменты для правильного сайзинга наших решений наших архитектур и инструменты для анализа финансовых показателей собственно это различные калькуляторы тсо роя и инструменты для практических бизнес обоснований которые требуются собственно в случае серьезных заказчиков для того чтобы начать проект и в том числе защитить его на некоторых финансовых инвестиционных комитетов и конечно же это инструменты для проведения различных демонстраций функциональных тестирований и пилотов для заказчика и так главным вопросом который мы должны задать себе является какой главный принцип качественной и эффективной продажи решений вот вы что думаете на то чем пожалуйста напишите в чат ваше мнение мне ну очень интересно давайте соберем некоторые того я вот вижу ваши ответы и честно говоря все правы все по право если же подытожить и вынести некоторую сермяжную правду в общую суть то вы наверно согласитесь со мной что главный принцип продажи решений это собственно попадание в цель но в цель можно попасть тогда когда есть четкое понимание что мы хотим когда мы концентрируемся на целях и реальных проблемах заказчика которому мы продаем решение которые продаем не только программное обеспечение собственно лицензии но и сервис от нас как партнера как сервис провайдер и очень важно большую часть времени тратить именно на подготовку на изучение заказчика и на подготовку дизайна решений как вы знаете по закону паретта который на мой взгляд является основным принципом продажи в принципе любых решений то что 20 процентов усилий направленные в нужном русле в нужном направлении приносит вам 80 процентов результата не делайте работу ради деятельности делать работу ради получения реальной награды реального результата то есть основывайтесь на целях и чайник заказчика а для того чтобы правильно выстраивать отношения заказчиком с точки зрения продажи и технической продажи очень важно понимать стадии цикла продаж как вы знаете их этих стадий несколько штук ну будем говорить что их например 5 и если к этим стадиям подойти как бы более такой детально то мы понимаем что на каждой стадии работает в среднем да как в среднем по палате а свои инструменты и некоторые инструменты на некоторых стадиях не рекомендуется использовать в качестве примера можно сказать что проведение тяжелого пилотирования на этапе когда заказчик только изучает программный продукт у вас нету вообще понимания будет ли он покупать это решение и собственно ему этому заказчику даже непонятно собственно какую задачу он будет этим решением решать время потраченное на такой пилот оно будет потрачено впустую потому что у вас нету непонимания того что хочет заказчик у вас нет понимания как вы это будете тестировать и соответственно любые человек часы которые будут брошен на подобную активность они ну с вероятностью наверно там 90 процентов может быть даже 95 процентов и 98 процентов они будут потрачены пустую ну то есть как не в коня корм смотрите мы должны четко понимать на какой стадии продаж мы находимся и применять те наборы инструментов которые отвечают ну как бы адекватно отвечает сложився как бы реальности да а если мы только начинаем какой-то проект то есть мы находимся на первой на второй стадии нашего цикла продаж когда собственно мы изучаем потребности заказчика и даем ему первичную информацию собственно наборе продуктов которые может быть будут адекватно как бы релевантным для него то соответственно у нас есть инструменты в виде различных селс-гайдов различной информации по этом так называемые там селс-читшиты по лицензированию по составу решений по типовым сценариям для которых применяются собственно наши решения на используются наши продукты это сравнение с конкурентами собственно в этом маркете да в этом сегменте и дальше когда мы переходим уже к более серьезным фазам переходим на другие ступеньки цикла продаж мы должны провалидировать решение то есть показать что оно ложится на первоначальные потребности заказчика первоначально озвучены выявлены потребности заказчика и мы проводим с одной стороны серию например assessment up для того чтобы лучше понять что собственно заказчики есть точки зрения текущей ситуации точки зрения собственной инфраструктуры интеризации и и данные производительности данные возможны как бы ошибках предупреждениях каких-то узких местах в той или иной подсистеме и это различные калькуляторы которые дают первоначальную очень грубую оценку по преимуществам которое предоставляет внедрение решений с точки зрения финансов то есть возврат инвестиций сведения о снижении эксплуатационных издержек ну и так далее и соответственно некоторые инструменты уже более серьезно подключаясь на следующем шаге когда мы занимаемся дизайном и уже финальной проверкой адекватности предложенного нам режим нами решения мы считаем уже финансовые модели в специфичных инструментах таких как вивая валюту да из а мы проводим лабораторные работы с заказчиком для того чтобы он лучше понял собственно функционал систем мы используем наборы гайдов по формированию архитектуры собственно проводим с заказчиком сессии архитектурные рисуем итоговую желаемую конфигурацию систем и в том числе на этапе проверки валидейт дизайн мы используем по необходимости профессионал сервиса который позволяет закрывать недостающие компетенции если такое случается а это на самом деле случается достаточно часто не нужно излишне скромничать потому что потому что нужно адекватно оценивать свои возможности вы можете как партнер не иметь нужной компетенцией но в итоге реализовать достаточно серьезные проекты за счет привлечения внешних ресурсов эти внешние ресурсы могут быть для вас консультанты по изо от компании вем вы не стоит про это забывать это очень полезная штука потому что это позволяет не только вам закрывать серьезные проекты заказчики на которых не хватило бы собственных ресурсов собственных наборов до умений но и позволяет расти вашим специалистам потому что процессе использование таких услуг ваши специалисты получают боевой опыт и собственно финальная фаза когда мы все сделали верно использовали верные инструменты на каждом из шагов не потратив лишних ресурсов мы закрываем срок не растягивая сделку и получаем собственно наши бенефиты от нее и от качественного завершения нашего проекта внедрения дизайна и так далее теперь более детально что мы делаем на каждом из этих шагов на первых шагах мы используем solution плейбуки которые содержат информацию общего порядка собственно составе решений о функциональных возможностях содержит информацию информацию о том собственно как оппозиционируется продукт то есть это различные так называемый кастерный facing assets то есть инструменты для маркетинга для составления брошюр это шаблоны электронных писем это call скрипты для продаж например если вы используете телемаркетинг для работы с заказчиками для того чтобы обработать какие-то лиды которые получали например на каких-то маркетинговых мероприятиях на встречах вот либо собственно это холодные звонки да по какой-то базе это наборы презентации которые можно использовать для первичного контакта с заказчиками и ряд других инструментов они разбиваются на несколько сегментов по нашим основным направлением продуктов цифровое рабочее место облачные построение гибридных гибридных облаков и облачных сервисов различные вещи связаны с миграцией disaster recovery и собственно с сетью и безопасности когда мы начинаем прорабатывать очень для заказчика очень важно бывает проверить совместимость продуктов для этого мы используем правда продукт интерабилити matrix матрица совместимости продуктов эта матрица позволяет нам собственно задать те решения которые есть заказчики которым собираемся внедрять посмотреть совместимость по версиям и если возникает вопрос совместимости соответственно проложить путь апгрейда для того чтобы перейти на соответствующую версию продукта для всех компонент а также очень полезно является полезным является ресурс по портам протоколом который используется решениями в мв вы можете выбрать нужный вам продукт на ресурсе порт свимой.com получить информацию о протоколах и портах которые собственно продукт использовать это важно например для того чтобы предоставить запросить предоставление доступов в инфраструктуре заказчика при проведении пилотов и собственно боевых внедрений также для больших проектов в крупных заказчиках которые имеют большую инфраструктуру очень полезно смотреть на конфигурационный максимум ресурс конфигмакс vmv.com позволяет отследить ограничения тех или иных подсистем в составе портфеля решения компании в мв на собственно максимальное значение то есть это количество дата сторов это количество хостов которые управляются одним вид центром это количество виртуальных машин и множество множество других параметров которые для больших внедрений имеют вероятность сыграть вот поэтому что для маленьких там средних компаний конфигурационный максимум как правило не достигаются то есть мы четко должны понимать что этот тип проверок он релевантен как бы адекватен для очень крупных проектов где действительно можно прийти каким-то заоблачным значением по количеству управляемых устройств дата сторов и так далее и так далее кроме того на начальных этапах мы используем различного рода калькуляторы для того чтобы рассчитывать первоначальные финансовые показатели то есть первое приближение для того чтобы заказчик в принципе начал рассматривать предлагаем нами решение с точки зрения финансов и это различные калькуляторы царо и вот в качестве примера мвсдван калькулятор изображен на моем слайде который позволяет за несколько минут набросать собственно накидать несколько стоимость драйверов стоимости простых и получить результат по возврату инвестиций в проект объединения ван решений в рамках программно определяемого ван построен на базе решения вела клауд а следующим шагом когда мы приступаем к дизайну решений является собственно получение гайдов и наборов скриптов опросников различных конфигурационных матриц которые позволили бы нам упростить собственно дизайн как таковой и сделать его может быть не как бы простым и но упростить его потому что мы понимаем когда есть некоторый шаблонный процесс есть некоторые наборы инструментов это позволяет осуществлять один и тот же процесс ну с определенным качеством то есть раз от раза мы можем получать адекватное качество собственно наши услуги он при этом дизайн если у нас есть определенная набор инструментов которым мы применяем в одном и том же как бы порядке вот и с точки зрения vmv это набор так называем набор документации называем solutions in a bunt tool kit который также делится на четыре основных сегмента это модернизация центра выводки данных собственно из 10 интеграция публичных облаков трансформация сети и безопасности и организация цифрового рабочего места а вы также можете найти эти ресурсы на партнерском портале а про который вам сегодня рассказывал мой коллега а сергей лукьянов на этом портале собственно в разделе solution in a bunt tool kits есть более 800 файлов с различными опросниками таблицами калькуляторами гайдами по внедрению и step-by-step инструкциями по настройке конкретных компонент и они разбиваются где же сказал на несколько как бы кластеров вот например в разделе модернизация дата-центров то есть создание программ отделяемых центров обработки до этого хранения данных есть набор очень важных документов такие как милый дэйт дизайн для виси там висан холлс чек и ряд ряд других инструментов точно так же для всех остальных областей тоже есть набор соответственно документации и в качестве примера просто сейчас вот разберем два-три набора для того чтобы понимали что там собственно есть внутри берем в качестве первого примера логан сайт скачиваем с портала zip файл с набором документов разактивируем его мы получаем набор папок и документов в этом в корневой директории лежит файли кредный first .txt где описана структура ну собственно вот эти вот этого набора документов какие файлы содержат собственно какой смысл у этих файлов инструментов в том числе мы находим там процедуры по установке и конфигурации мы находим там степ-бай-степ гайды по настройке находим шаблоны в формате visio для того чтобы отрисовывать схему решения и взаимосвязи компонент в том числе сетевые взаимосвязи и переходим к пример номер два пример номер два это vmv в альдейте дизайн для создания программно определяемого дата-центра и это наверное является самым эпическим гайдом у vmv потому что в целом этот гайд захватывает сразу несколько кластеров приложений которые мы развертываем и этот гайд позволяет развернуть создать архитектуру различных приложений взаимосвязанных между собой собственно точно так же разахивируем скачиваем zip файл раз архивируем его получаем структуру папок и файлов точно также redmi first . txt содержит информацию о собственно составе что за документы для каких задач они нужны что содержит в себе мы видим чек-листы для того чтобы первоначально пройтись по решениям которые требуются для финализации дизайна по sdc построение здесь таких вопросов в этом гайде несколько сотен вот на каждый вопрос собственно отвечаем выбираем какое-то решение и в итоге после того как мы завершили все эти ответы на вопросы у нас уже вырабатывается финальная как бы архитектура того что мы будем реализовывать вплоть до конкретных инструкций по установке компонент их взаимосвязи также мы получаем набор например презентации которые мы используем на встречах с заказчиками на каждом из шагов собственно этого разработки этого архитектурного дизайна мы получаем наборы наборы вопросов на которые мы собственно отвечаем в процессе подготовки решения мы получаем набор визио шаблонов для отрисовки итоговой архитектуры и взаимосвязи компании пример номер три это документация по проведению пока то есть пилота для sd1 решения белоклауд точно также заходим на партнерский портал скачем набор документов получаем там инструкцию по развертыванию и аппаратной части и программной части sd1 велоклауд мы видим там набор курсов как раз посвященных проведению пилота и получаем набор также презентации опросников которые используем для того чтобы работать с заказчиком и выбирать ту или иную схему внедрения которых для продукта в рамках пилота несколько существует кроме того для проектов которые находятся в области mc using computing то есть это харизмор space one очень релевантно является ресурс teach zone на котором содержится также набор интересных важных документов в том числе наверно даже в первую очередь это так называемые topology то по инструменты для построения топологии дизайна решений и adoption киты которые служат также для формирования архитектуры решения получения финальной документации по установке ну и для дальнейшей эксплуатации систем количество инструментов для решений в области and using computing на тех зоне достаточно большое это я привожу в качестве удобной шпаргалки собственно следующий слайд где описаны все элементы которые вы можете найти это различные adoption киты это solution builder и это topology инструменты которые позволяют отстроить топологию решения и различные адаптеры там для миграции для работы с внешними сервисами планирование реализации бэкапа и оптимизации операционных систем которые вы используете внутри видео и посмотрите более детально уже вживую на каждый ресурсов если конечно вы их еще не видели также как я уже говорил очень важным является адекватная оценка своих собственных сил с точки зрения квалификации персонала и возможности временных а и является хорошей практикой использования ресурсов поясов в тех частях работ которые требуют наиболее повышенное 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 внимания и квалификации дальше мой коллега из профессионал сервис с максим расскажет вам более детально по про существующие предложения я хочу только заостриться на том моменте что подобные работы собственно описаны вы можете найти их на портале vmv.com разделе professional services они описаны с точки зрения project scope то есть это работа которая не делается на всю инфраструктуру заказчика это как правило некоторые точечные работы для того чтобы создать базовый как бы такой продуктивный пилот а дальше уже заказчик смог бы этот пилот масштабировать ну на свои полные размеры то есть эти работы ограничены во времени в количестве конфигурационных единиц которые собственно затрагиваются и самое важное то что вы четко представляет когда эта работа закончится потому что а есть к ней прилагается собственно план там гант который говорит о собственно адекватных адекватных срок исполнения и вы можете всегда гарантированно получить результат нужного качества и за нужное время итак теперь очень важный момент что такое пилот что такое функциональное тестирование что такое демонстрация вот вы как считаете в чем различие этих понятий этих работ или это одно и то же пожалуйста ответьте в чат мне очень интересно ваше мнение вижу вижу ответы счастье согласен счастью нет смотрите на самом деле пилотирование функциональное тестирование демонстрации это принципиально разные задачи не с точки зрения итоговой цели да собственно показать заказчику и убедить его купить а с точки зрения ресурсов которые мы тратим на эту реализацию на первоначальных этапах на первых ступенях цикла продаж разумнее всего использовать меньше ресурсов на демонстрацию то есть не углубляться сильно в детали не развертывать продакшн пилоты а сконцентрироваться на функциональном ознакомлении и проведение легковесных демо собственно первой ступени можно рекомендовать библиотеки демо которые есть на нашем портале в том числе этой библиотеки позволяет запускать некоторые оффлайн демо если вы ездите например по заказчикам и вероятная ситуация что у вас нету связи и это фича волксру вема и дотком ресурс который позволяет пройтись по функционалу ряда продуктов компании вема искорения общей архитектуры с точки зрения типовых сценарий использования и что важно посмотреть интерфейс то есть это некоторый набор такой комиксов а next next до который за несколько минут позволяет рассказать заказчику достаточно про большой пласт функциональности систем не вдаваясь в детали не не тратя время на какое-то развертывание каких-то там лабораторных работ каких-то стендов дальше на втором шаге когда заказчик уже осознал что да ему как бы это интересно наступает момент когда мы можем и должны включить его в общую работу по продаже решений как мы наверное все знаем успехи компании икея в области собственно различные создание продажи различной мебели есть хороший психологический момент когда заказчик пользователи например мы с вами собираем свою мебель сами и тратим на это значительное время для нас она приобретает более важное значение и в дальнейшем мы всеми силами будем собственно ее хранить защищать там лелеять точно так же и в области собственно заказчиков и программных продуктов потому что если заказчик вовлечен в процесс тестирования то на дальнейших шагах намного больше вероятность что он собственно уже будет считать это решение своим решением и на этом в этот момент вот и на этой стадии там 2 там функциональном ознакомлении полезно подключить лабораторные работы labs hall vmware.com и различные вот эти первоначальные калькуляторы про которые я говорил по роя тсо собственно это можно делать вместе заказчиков можно предоставлять ему такую возможность рекомендуя те или иные лабораторные по направлениям вот и в итоге мы дальше придем к необходимости функционального тестирования на третьем этапе здесь можно порекомендовать ресурс vmts drive.com это портал который содержит в себе некоторые предустановленные предустановленные как бы конфигурации но также и позволяет для ряда продуктов использовать называемый sandbox то есть песочницы для того чтобы поиграться более детально с настройками ряда решений и фаза собственно уже дизайна и прува то есть проверки итогового дизайна это когда мы проводим пилот пилоты пилоту рознь и с точки зрения ресурсов которым мы тратим на этот пилот и отдачи есть ну понятная взаимосвязь то есть есть более простые с точки зрения внедрения пилоты на стенде вендора дистрибьютора либо партнера которые как правило уже существуют уже как бы предустановлены и для того чтобы заказчик их потрогал провел какие-то тесты требуется небольшое количество усилий как правило просто включение в расписание использования этого стенда и собственно можно работать по готовому сценарию тестирования которые предлагает вендор дистрибьютор или партнер уже по некоторой наезженной как бы программе да вот дальше по сложности идут пилоты на стенде заказчика тестовом то есть когда предоставляется к некоторая база внутри заказчика где можно установить программные продукты и провести некоторых функциональное тестирование тут уже требуется и как правило присутствие инженеров партнера собственно заказчика потому что придется решать какие-то проблемы вопросы и с оборудованием и с доступами и так далее это как бы ножку даже тоже немножко значительно усложняет процесс вот и растягивает его во времени еще более сложным является пилот продуктивной среде заказчика потому что любая оплошность здесь будет чревато рисками с работающими рисками как по собственно реальной инфраструктуры заказчика и работе его сервисов которые стоят денег наверняка вот который стоит может быть и рабочих мест инженером и руководителем которые реализуют какие-то проекты и которые чреваты для партнера в случае неудачи но серьезными рисками и проведение пилота в продуктиве заказчика это всегда очень такой важный момент которым нужно во-первых серьезно готовиться во вторых понимать зачем вы это делаете зачем вы это делаете и за что вы это делаете конечно является нормальной практикой когда пилот в продуктиве это услуга за которую платятся деньги потому что это уже не показ функциональности это уже реально про проработка дизайна и его подтверждение то есть это работа которая стоит хороших собственно требует хороший оплату вот и когда мы все сделали правильно и привели на каждом шаге использовали нужные инструменты не перебарщивая а мы сокращаем таким образом путь до финализации сделки и мы закрываем на каждом из этапов те вопросы которые возникают без того чтобы смешивать это в одну кучу и в итоге например не вывести сделку на завершение вот когда мы это все сделали мы получаем профит в виде заключенной сделки проведена этом работа по архитектуре по внедрению закрытому успешно проекте по демо лайбрари я уже описал что есть набор онлайн и оффлайн демонстрации которые можете использовать для оффлайн демонстрации сможете скачать на свой ноутбук использовать в режиме оффлайн есть демо портал vmware тест-драйв который работает с несколькими ключевыми продуктами для антюзин компьютинга и ряда других например это варспейс ван horizon и сопутствующий компонент типа и полемс динамик энвард менеджер и варспейс ван аксесс из собственно их связка с таким продуктам как офис 365 зум бокс и так далее и ряд продуктов не дизинг компьютинга такие как висан carbon black вела клау собственно sd1 и на секса 20 балансер это avi-networks то есть вы можете на демо портале провести собственно демонстрацию тестирования продуктов функциональная в том числе и для ряда решений таких как варспейс ван провести тестирование в песочнице то есть с возможностью более как бы досконального досконально настройки под себя конфигурации дима портал позволяет вендору то есть например инженером компания vmware с которым вы работаете высылать приглашение заказчикам для того чтобы заказчики уже самостоятельно под своей четной записью заходили она это дима портал и проводили ну те или иные там изыскания наблюдали за функциональность системы провели какие-то там тестирование но также для есть партнерский доступ то есть вы можете зарегистрироваться как партнер на демо портале event drive и уже от своего имени а предоставлять доступ вашим заказчикам и это очень круто потому что опять таки это экономит ваши ресурсы и это сокращает ваш цикл продаж кроме того следующие этапы после собственно демонстрации это более детальный разбор того что происходит заказчики что у нее есть точки зрения инфраструктуры какие у нее есть потенциальные проблемы и это проведение асессментов есть несколько асессментов начиная с базового уровня виртуализации собственно это висфер асессменту висат а дальше идет клауд менеджмент асессмент дальше идет vmv hti network асессмент и sd1 асессмент в чем преимущество проведения асессментов для партнера во-первых по текущей статистике проведение асессментов заметно увеличивает профит в сторону партнера по текущей информации в среднем от двух раз возрастает объем сделки а вы получаете больше новых заказчиков за счет того что вы работаете не как некоторые там бокс мувер а вы начинаете работать как доверенный советник собственно заказчика который действительно старается разобраться и разбирается в том что у него внутри реально происходит у собственного у нашего потенциального заказчика позволяет расширить текущий портфель продуктов заказчика потому что вы лучше понимаете что там есть вы лучше может предложить ему какие-то варианты по сопутствующим закупкам продажам например при ежегодном обновлении подписки на там базовую какую-то инфраструктуру виртуализации и вы как еще 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 раз говорю лучше понимаете конкретику конкретного заказчика и лучше понимаете что можно предложить с точки зрения оборудования с точки зрения апгрейда и с точки зрения программных новых решений конечно же в области виртуализации от компании в мв а дальше есть висфер assessment tool это утилита которая ставится на лаптоп windows mac либо linux подключается к в центру и собирает информацию о текущих версиях продуктов соответственно это дает нам возможность достаточно быстро там течение нескольких минут уже опять же продолжит разговоры заказчиком и очертить возможности для апгрейда продуктов существующих у него ну и собственно построить ну план продажи дополнительно дополнительной продажи каких-то компонент продажи услуг по апгрейду решения переходе на новую версию и ну и ряд ряд других сопутствующих opportunity а следующим моментом является висфер optimization assessment это работа которая занимает в целом несколько часов в первый день и несколько часов в финальный день для того чтобы поставить viralized operations в реальном режиме у заказчика то есть вы разверте виртуальный appliance с виропсом запускаете сбор статистики оставляете собственно это на там от 3 до 30 дней и потом снова приходите как бы на второй рабочий день получается а и уже показываете готовые наборы отчетов которые входят как раз в это operation assessment для того чтобы показать заказчику уязвимость его текущей модели управления а с точки зрения ресурсов что там не хватает может быть проблемы с производительностью вычислительной может быть проблема с сетевой производительности может быть какие-то проблемы с производительностью ввода вывода ну и так далее и соответственно можете сразу наметить варианты модернизации инфраструктуры с одной стороны а с другой стороны показать возможности в ропса для мониторинга инфраструктуры и и анализа, собственно, capacity, то есть использование ресурсов и возможности для дальнейшего апгрейда. Следующим шагом может быть проведение Cloud Management Assessment. Cloud Management Assessment тоже основывается на реальной версии Verilize Operations, которую вы разворачиваете в виде апплайенсов в среде заказчика. Но тут делается упор не на отчеты по производительности системы по ошибкам, а делается упор на дашборды для операционного управления. То есть Cloud Management Assessment в большей степени ориентирован на показ преимуществ системы мониторинга управления, построен на стеке Verilize для задач так называемого self-driving SDDC, то есть самоуправляемого центра обработки данных. То есть когда есть автоматизированные действия, есть некоторые шаблонные операции, которые нужно выполнять администрацию инфраструктуры, и каким образом это можно делать благодаря средству автоматизации, построенному на базе Verilize Operations, ну и в целом стека Verilize. Следующим ассессментом, вернее, это как бы даже два ассессмента, это Network Assessment и SDDC Assessment. Они реализуются на Verilize Network Insight, также триальная версия, также виртуальный аплайнс, который разворачиваете внутри среды заказчика. Network Assessment концентрируется на том, чтобы показать процент трафика, который распределяется между, собственно, процент горизонтального трафика и вертикального трафика. Зачем это нужно? Потому что горизонтальный трафик – это тот трафик, который может быть микросегментирован и должен быть микросегментирован. То есть это трафик, требующий защиты внутри периметра. И тут, собственно, сценарий микросегментации приводит сразу к основному продукту на рынке, который делает это лучше всего – это продукт ВМВНСХ. То есть показывая, насколько много у заказчика горизонтального трафика, вы показываете необходимость защиты этого трафика по сегментам, вы доказываете необходимость микросегментации и продаете решение ВМВНСХ. Второй ассессмент построен тоже на решении Верианай в реальной версии. Это SD-WAN ассессмент, который обрабатывает информацию касательно сайтов, касательно бренч-офисов заказчика и рисует в том числе и бюджетные оценки и технические оценки для показания эффективности внедрения нового решения для управления ван-линками. То есть это SD-WAN решение на базе продукта Велоклауд. И наиболее сейчас употребимый ассессмент – это HCI-ассессмент, потому что он позволяет заказчикам путем сбора данных с текущей инфраструктуры можно использовать продукты LifeOptics, OneIQ или BRVTools для сбора данных о узлах, о нагрузках, о производительности. И дальше использовать несколько сценариев для того, чтобы посчитать различные сценарии построения гиперконвернгентной инфраструктуры на базе решения ВИСАН. И HCI-ассессмент также очень плотно интегрируется с некоторыми инструментами и финансового анализа. И по HCI-ассессмент мой коллега Николай Куликов более детально с конкретными примерами пройдется чуть позже моего выступления. Пожалуйста, обратите на этот материал особое внимание. Преимущества ассессментов еще раз. Возможность использования данных с реальной нагрузки с реальных инструкций заказчика. Правильный сайзинг и рекомендации по железу основаны, опять же, не на эмпирических каких-то значениях, а на реальной ситуации, то есть на реальной производительности, на реальных нагрузках заказчика и возможность построения базовых анализов по возврату инвестиций и сокращению эксплуатационных расходов. Ну и, собственно, естественно, как я уже говорил, короткий цикл продаж, то есть ускорение цикла продаж, увеличение размера сделки, возможность удаленного формата для проведения этих работ, особенно это актуально в текущей ситуации нашей, которая уже второй год идет, и возможность привлечения новых заказчиков, которым нравится, которые хотят работать с компаниями в хорошем проектном подходе. LifeOptics – это одно из средств, которые используются для сбора первоначальной данной инвентаризации и данных по нагрузкам систем. Это решение от компании Dell. Оно состоит из, по сути дела, двух частей. Это портал для создания отчетов и построения различных моделей по, в том числе, ищущей инфраструктуре, по подбору конфигураций. И это коллектор, который ставится внутри инфраструкт заказчика и который позволяет собирать данные с различных систем, таких как Windows, Linux, Solaris и гиперевизоры, VMware и Hyper-V. В итоге эти данные могут быть переданы либо напрямую с коллектора на портал, либо могут при отсутствии связи либо по каким-то соображениям безопасности сгенерены в некоторый набор данных, который вы можете посмотреть, и потом загрузить вручную на портале. Собираются данные по инвентаризации узлов. Это имя, доменные записи, установленные приложения, различные данные по дискам, устройствам, которые есть в системе, данные по производительности процессора, используемой памяти, перфомансы, ввода-вывода, ну и ряда других показателей производительности. И дальше эти данные могут использоваться для того, чтобы строить отчеты по, собственно, использованию ресурсов, по нахождению узких мест, каких-то bottleneck в текущей инфраструктуре и для дальнейшей работы по расчету эффективности перехода на гиперконвергентную платформу, для перехода на другие типы решений, таких как, собственно, программа, определяемая сеть передачи данных, новые продукты безопасности от компании ВМВ. Следующий немаловажный момент – это инструменты для работы с финансовыми моделями. Условно говоря, можно выделить три инструмента. Первый – это VMware Value Tool, который позволяет делать экспресс-прогноз финансовых показателей проектов. Второй набор инструментов – это HCI Assessment, собственно, LifeOptics плюс Vesan ReadyNode Sizer. Он также позволяет делать некоторый базовый финансовый расчет и сайзинг для HCI и VCF проектов, основанный на данных с реальной инфраструктурой. И топ инструментов – это DICE, который делает полномасштабный расчет финансовых показателей, строит различные сценарии ROID и SEO моделей с полнейшим набором драйверов стоимости для финансовых расчетов. И также может использовать данные с реальной инфраструктуры, полученных через такие инструменты, как RVTools и LifeOptics. Чуть более детально давайте пройдемся по каждой из этих утилит. Vimware Valley Tool – у него есть несколько сценариев использования. То есть вы выбираете, какой наиболее адекватен сейчас в текущей ситуации заказчик какой-то. Например, первая стадия, когда заказчик занимается консолидацией ресурсов на виртуальной платформе – Virtualized Physical Servers, либо он занимается построением уже некоторой системы управления IT-операциями, собственно, Management of your IT Operations, либо он занимается автоматизацией гибридных облаков, собственно, Automation for your Cloud. Ну и дальше по сетевой трансформации и по HCI-подходу и использованию облачных сервисов, таких как Vimware Cloud on AWS. Выбираете сценарий, дальше забиваете драйверы стоимости в разрезе по ресурсам вычислений, в разрезе по стораджу, в разрезе по IT-операциям. Собственно, это количество людей, которые занимаются администрированием, это их зарплата. Это Network Security и, собственно, Data Center Facilities, то есть ресурсы дата-центра с точки зрения места в стойках, количество юнитов, стоимость, собственно, стойка места и так далее, и так далее. И на базе этих драйверов стоимости в итоге получается финансовая модель, финансовый расчет по возврату инвестиций, по итоговой стоимости эксплуатации, то есть это ROI и TCO-параметры и ряд других финансовых показателей, которые важны при оценке инвестиционной привлекательности проекта. Красивые графики, которые можно использовать не только для разговора с техническими людьми, но и для разговора уже с руководителями этих подразделений и с финансовыми контролерами, которые принимают решения о запуске и секансовании тех или иных проектов. И инструмент, который мне нравится больше всего, собственно, DICE. Круче него не могу даже ничего придумать, потому что этот инструмент агрегирует в себе полнофункциональную возможность по построению различных сценариев перехода на новые продукты VMW с точки зрения и гиперконвергентной платформы, и, собственно, вся и весь VCF, и построение программных сетей, и SD-WAN, и все-все, что есть у компании VMW. То есть любые сценарии вы можете с помощью DICE проанализировать на финансовые показатели и, собственно, на то, как эти проекты будут с точки зрения денег эффективны для заказчика. Собираем данные с текущей инфраструктуры с помощью R-W-Tools либо LifeOptics, загружаем их в DICE, описываем конфигурации, которые мы считаем в качестве узлов, в качестве таргет узлов, на которые мы хотим ориентироваться на построении будущей инфраструктуры, получаем сценарии, собственно, со стоимостью, с финансовым показателем по возврату инвестиций от реализации таких проектов. Это самое детальное средство для, как бы, собственно, проработки финансовых результатов. И, конечно, его применяют для больших заказчиков, потому что требуют достаточно хорошей подготовки времени на детальный расчет для анализа, для того, чтобы покрутить данные с разных сторон. Его применяют для крупных заказчиков. Мы сейчас работаем с DICE, с нашими основными крупными заказчиками в России и предоставляем на базе этого сервиса для них точные финансовые расчеты, модели окупаемости и, в том числе, помогаем составлять планы цифровой трансформации, которые основаны, в том числе, и на адекватности финансовых показателей при внедрении, собственно, таких трансформаций. Последний момент, который я хотел озвучить, коллеги, это возможность поддерживать свои знания на необходимом уровне, используя ресурс Pathfinder vimware.com, где собраны инструменты такие, как, собственно, статьи, лабораторные работы, различные walks-through, бизнес-инструменты, собственно, какие-то возможности проведения, тестирования, изучения на базе тест-драйвера и других инструментов. И этот инструмент позволяет вам для выбранных вам направлений, специализаций, получать современную адекватную информацию, собственно, из одного ресурса и, собственно, позволяет быть на острие прогресса. Большое спасибо, что были сегодня камчатским вечером с нами и передаю слово моим коллегам для того, чтобы они рассказали вам еще много интересного и полезного. До встречи! Увидимся позже! Спасибо!